В рамках сотрудничества Ярославского госуниверситета имени Демидова с инвестиционным блоком правительства Ярославской области на базе экономического факультета в апреле этого года был произведен отбор лучших проектов студентов для развития моногорода Гаврилов Ям. А в начале мая стартовал новый этап проекта. Студентами, чьи бизнес-идеи были признаны лучшими на этапе отбора, преподавателями РГУ, представителями власти и бизнеса была совершена поездка в Гаврилов Ям. Лучшие проекты студентов экономического факультета были отмечены и обсуждались в администрации Гаврилов Ямского района. В официальной обстановке юные авторы бизнес-идей были отмечены благодарностями от представителей местной власти. Сегодня поездка состоялась очень интересная. Мы нас приняли в администрации Гаврилов Ямского района. Руководитель администрации наградил лучшие проекты студенческие, которые затем будут использоваться в написании заявки на получение гранта территории приезжающей социально-экономического развития Гаврилов Ям. Помимо этого ребята получили даже денежные премии, благодарственные письма. Также съездили, посмотрели два производства реальных. Цель посещения моногорода через общение с профессионалами и ознакомление с промышленными предприятиями – получить новый опыт. А самое главное – посмотреть изнутри на проблемы, которые студенты могли не заметить на этапе разработки проекта. Кроме того, стартаперам представилась уникальная возможность познакомиться с городом и с теми предприятиями, которыми он живет. Так, они посетили уникальное гончарное производство сады Аурики. Студенты своими глазами увидели производственный процесс и поняли, что на практике можно реализовать самые смелые бизнес-идеи. Гаврилов Ямский машиностроительный завод «Агат» – еще один пример успешного промышленного предприятия. Для студентов провели экскурсию по заводу, который уникален тем, что занимается как тяжелой аэрокосмической и оборонной промышленностью, так и легким машиностроением. Хороший опыт для меня. Такие поездки, такое взаимодействие между студентами, органами государственной власти, органами местного самоправления и производственными предприятиями дают о себе знать. Как студентам предоставляют возможность реализовать себя и показать свои возможности, так и органам государственной власти помочь узнать мнение молодого поколения. Сотрудничество образования, бизнеса и власти приносят видимые результаты. Идеи молодых стартаперов будут доработаны и включены в заявку для Фонда развития моногородов.